Большая семья – большое счастье. В январе 2021 года Виктория Маркович удивила весь Волгоград, став мамой сразу четырех мальчишек. В семье уже было две дочери, так что в третий раз решено было отправиться в роддом за сыном. Оказалось, что он не один. Ждали третьего мальчика, а родили и шестого в том числе? Да, так и получилось. Пошли за третьим, родили четверых. Потом мы пошли на УЗИ, и они смотрят и говорят, подождите, подождите, что-то тут еще. И вот разглядели четвертого. Говорят, мы вам писать не будем, что у вас четверо. Напишем пока что трое, а на первом скрининге вам точно скажут. Врачи следили за уникальной беременностью на протяжении всех недель, пока Виктория и ее супруг Алексей, у которых уже было две старших дочки, не могли поверить в такое чудо. И вот на первом скрининге я пришла, перинатальный, и говорю. Я сразу легла и говорю, у меня их там много. И врач смотрит, говорит, да, я вижу, у вас тут прям куча. Они потом еще смотрели, говорят, сейчас пошло, может, тут еще пятого. Я говорю, не надо, остановитесь. Помогали появиться на свет сразу четырем малышам – Диме, Роме, Кириллу и Богдану – специалисты Волгоградского областного перинатального центра номер 2, где созданы все условия для мам и малышей. Во время родов Виктории работали сразу несколько бригад. Дима. Его, когда привезли ко мне в палату, это было что-то. Я же в реанимацию приходила, они же там в шапочках были, все. А это и сняли шапку, волосы вот так дыбом. Худой, уши, лопоухи. Одно вот так вот отлежало в рудоме, вот так вот торчит. Я говорю, смею, Алеша, это кто? Это чейк. У меня вообще видели, как они прям их доставали с живота у меня, они мне скинули. Я говорю, если бы я не увидела, что это он, что меня вытащили, я говорю, я бы не поверила. Теперь четверым близнецам уже по два года. Было тяжелее тогда, когда рожали, или сейчас, когда им уже два годика? Не, ну сейчас за ними больше глаз да глаз нужен. Маленькие, что они? Поели, поспали, памперс поменяли, и они как бы лежат на одном месте, их положила. А сейчас они уже везде лазают. Нам уже полку перевернули, вот этот вот стеллаж. Помогают. Да, сегодня вот помогали убираться, каждый по тряпочке, и пошел. Помогают заботиться о маленьких, старшие, сестры и родственники. Помогает нам папа Федор Евгеньевич, и приходит свекровь в свои выходные. Получается, сейчас Леша дома, она работает. Леша работает, получается, мама тогда дома. И вот она приходит. Чтобы кто-то рядом с вами был. Вы создали себе такой график. Да, мама подстроилась под нас. Потому что папа в больницу ложится, и чтобы хоть кто-то с нами был постоянно. Ну и Кристина очень хорошо помогает. Выпросила похвалы. Ну конечно, да. И Юля, хоть маленькая-маленькая, но все равно может за ними присмотреть. Многодетному папе сразу после выписки из роддома супруги с четырьмя мальчиками пришлось уйти с работы в декрет. Большая ответственность, больше забот, хлопот и всего остального тоже больше. Три раза. До полутора лет помогал жене с детьми, тоже сидел в декретном отпуске. После полутора вышел уже на работу. Алексей трудится на железной дороге обычным мастером участка. Супруги признаются, управиться с четырьмя близнецами и двумя старшими детьми, конечно, трудно. И материально, и физически. Сколько уходит у вас примерно средняя продовольственная корзина? Готовим мы почти каждый день. Мы хлеб печем сейчас сами. Вот у нас булка полтора килограмма уходит за день. А то мы уже за раз. Ну, парни у нас пока маленькие, они еще как бы толком не едят, поэтому пока вот так. Ну, а так еще у нас вот на подгузники уходят. Ну, сейчас, слава богу, мы уже от памперса отучаемся. Уже все легче. Проблем у родителей шестерых детей возникает много. Причем самых неожиданных. Например, раньше, чтобы выехать из дома всей семьей, приходилось вызывать сразу три такси. Возьмут или не возьмут еще такое дело, что не все хотят ехать с детьми-то. Приходилось как-то договариваться со знакомыми до этого, когда не было машины. Вот ездили, накопили, получилось, что купили машину, да. Дом, в котором живет семья, уже становится тесен. И супруги мечтают о том, чтобы пространства было больше. У нас две комнаты и зал, и все. И кухня, вот, как на цокольном этаже. Конечно, нам уже тесно. Парни растут, уже везде лезут. Места, конечно, катастрофически не хватает. Вопрос решения жилья тот, в котором Виктории и Алексею точно нужна поддержка государством. Как минимум, льготная ипотека. Супруги не скрывают. Обеспечить большую семью непросто. Но они безумно любят своих детей. А когда случаются трудности, то со смехом вспоминают уникальную историю своих четырех близнецов. На первом скрининге сказали, что все мальчики. А Леша все радовался, говорит, да, хоть один, но пацан будет. Он же хотел пацана. Хоть один же должен быть. Я говорю, представляешь, все девчонки родятся. Он говорит, я тебя с трудом не заберу. Наталья Полякова, Диана Зеленская, Виктория Зубкова, Алексей Алтухов. Волгоградская правда.